...не живет. Потому что они платят вам помощь. Кто платит? И что? И что? Каким постановлением это предусмотрена проверка? Переживают за то, в каких условиях вы живете? Каким? Каким постановлением предусмотрена эта проверка? А вы с какой стати сюда пришли, в эту комнату? А я киривник органа самоорганизации населения Кустанайская 6. Такого органа нет. Это вам так кажется? Нет. Такого органа нет. И у нас есть официальное письмо о том, что такой орган не зафиксирован и не зарегистрирован. Так кто вы это самое? Он старый день. У вас? Неправильный день. Конечно. Безусловно. Ну а нафиг сейчас она подъедет туда. Она подъедет. Позвоните. Дай паспорт передаваться. Ну как? Дай паспорт передаваться. Давай шахтуй. Давай шахтуй. Пускай девочки тут пускай сладеба. Интервью. Что вы это самое? Вообще на каком основании вы ходите проверяете? Девушки. А что нам сказали? Ну то ж не работник социальной службы. То вообще непонятно кто в этом общежитии. А я же вам говорю, что я это самое коревник органу самоорганизации населения. Это исполнительный орган. И вы меня... Не домовлялась. Просто я думала, что ко всем идут. Наверное, что к нам придут. А мы уходим в больницу. Вы придете, а нас нет. А вы видите? Ходят и подглавливают. Неизвестно. Живешь два года, а скажут не живешь. Это все может быть. На каком основании вот они здесь? Это кто такая в данном случае приближалась? Девушки, ну на каком основании акт составляете вообще? Можете же пояснить, нет? Или это секрет? А скажите, мы когда переоформляли справку переселенца, вот в данном случае наша семья, 20 апреля, мы подтверждали, что мы живем, мы есть в наличии. Вот вы опять придете подтверждать. Что вы проверяете? Есть ли мы, или улучшилось ли наше материальное состояние, или что? Вот скажите, пожалуйста. Почему вы молчите? Нет, нам хотят... Фух. А мы уходим. Мы в этой комнате. Мы идем в больницу, мы отпускаем свою дату. Вы на Заре сказали, что она здесь помогает. Ну я сказала, да. Ну я сказала. Ну хорошо, звоните. Ну я спрашиваю, на каком основании это все явление? Почему никто не отвечает? Или что, переселенцу можно прийти как депу, он какой-то наказанный, или, я не знаю, какую-то обивку в ухо, или что, он ходил как собака, его контролировал. Ну что, я не знаю. С чем связана эта проверка? Может кто-то ответить или нет? Мы же вам звонили до аварии. А при чем тут звонили? Каким нормативным актом вы руководствуете своей деятельностью? Я говорю... Больше ничего нет. Нет, факт проживания вообще, вот на каком основании? Ну по основанию как написано. Это помога подозначается по факту проживания. Правильно. А на кого возложено это самое? На администрацию, на начальника нашего управления. Начальник нашего управления, начальник вашего Ахматова, да? И нас, ну сейчас ее нет, сейчас заступник. А заступник кто? На данный момент Федоренко Татьяна Ревенюна. То есть Федоренко Татьяна... Мы давайте ко мне зайдем, как раз это самое, и там ребенок отметится, и как раз это самое. То есть Федоренко Татьяна вам сказала пойти и проверить все... Нам дали списки, мы выполним свою работу. Разумею? Разумею. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас, не мияйте. Познакомлюсь с ним. Распишусь. Пожалуйста. Возьми кофе, пожалуйста, залей. Проживание. Проживание. Вот они на месте, все же нет, и то есть. Угу. Вот такие. Викнар уже, извините, я вас не знаю, не треба... Вот тут? Да. Давайте я напишу. А вообще, что за документы? Акт обслуживания материальных побудов, умов, семьи, сто Сергея Петровича, вонся. Да. И телефон. Такая форма, другой формы акта у нас нет. У нас, к сожалению, единая. Вот тут, да? Да, вот телефон. Возреваешься, давай, на старость. Ты акт запечатлил? А зачем его запечатлить? Да, 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 там его восьмся. Запечатлить, да. Так. Это вот...